привет друзья у нас очередной день всем доброе утро из отеля ялта интурист вот мы здесь находимся в этом отеле сегодня уже третий день как мы приехали в ялту в республику крым гуляем наслаждаемся купаемся не загораем прохладно но вообще классно здесь отдыхается сейчас пойдем зоопарк зашли мы в зоопарк идем смотреть наташ их любимых животных толстеньких толстеньких пункт урчат урчат еще все все эти спатье полно какие толстенькие он тот красавец смотри какой светит Ну, вообще, блин. Красавчик. А то он у него рычит полно. Это они друг на друга, наверное, рычат. Подходит. Она подходит к нему, смотри. И рычит. А вот здесь вот такие каракалы. Этому, видать, надоело его самка. Он тут другой взапрямит. И этот уже охотится на кошку. Здесь кошка гуляет сама по себе. Не в клетке, которая. Дразнятых. А этот на нее охотится. Смотри, как побежал. А вот еще одна. О, между собой дерутся. Во, во, кошка побежала. Видишь, как смотри. Насторожились. Они завидуют. Кошка-то куда хочет, туда и ходит. Они сидят в клетке замурованной. Вон он сидит. Смотри, с ирокезом. Лук ест. А что вчера делал Дзюба здесь, а? А ну-ка, расскажите мне. Черные такие. Они на солнышке сидят, греются. Смотри, лук-то любит есть. О, как, смотри. Скачет. Опа, зависла. Прикольный вообще. Ну, это зарядка у нее, разминка утренняя. Глянь, лапы длинные какие. Да вообще. Опа, привет. Это игрунники или как они называются? Это игрунники, игрунники. Ты, по-моему, гиббонный тоже. Опа, упал. Утрялись они там, что-то. Вот он сидит на шпагате, где-то он руки так раскинул. Ха-ха-ха. Ладно, посмотрели. Я что-то замерзла, наверное, к морю попозже. Все, пошли в лифт. Я, говорю, тебе замерзла к морю. К морю теплее еще будет там, на солнышке. Пойдем, пойдем на море. Не дошли мы пока еще до моря и решили, кто-то замерз. Пришлось вернуться, одеваться. О, вот они, лебеди-то. А, и рыбки тоже. О, и рыбы какие здоровые. Ну, какие красивые. Пофотай. Капуста тут трескает этот. Салат, салатный лист. Вот, есть тигры, у них головки черненькие. А, ух ты, кричит-то как еще. Как они его не утащат на дно. А, а вон где кто, смотри. Лама. Лама перуанская. Почему перуанская? Ну, они в Перу водятся. А вот черные лебеди, Наташ. Ё-прест, и с этой стороны черные лебеди. Тоже рыбок много. Салат, как они любят кушать. С водичкой вместе. Сколько здесь еще неизведанных мест, которые мы должны посетить. А у них на лапке, смотри, кольцо голубое. Что-то какое-то. Соспециально. А я поняла. Они разговорчивые. Что-то исполняют. Хвостиком как. Они не едят так просто. Они через воду. А то, что осталось, вон рыбки доедают. Да рыбки не будут. А нет, смотри, рыба тоже салат ест. Они за ним в этом и плавают, да. И вот мы на море вышли. Солнышко. Светит классно. Пойдем. Вот такая панорамка Ялты. Море чистенькое. И холодненькое. Хотела бы занырнуть отсюда. Занырнуть хотела бы отсюда. Да почему люди загорают просто здесь? Идут загорать. Никто не хочет загорать сюда. Укладывается. О, медузы плавают. А вон вдалеке Ай-Петри, Наташ, видно отсюда. Вон самый пик, видишь? И канатная дорога, станция верхняя. Вот это и Петри. А вон вдалеке, самый крайний мыс, Ласточкино гнездо. Вот так вот отсюда все видно. Ну а луж-то отсюда не видно, конечно. Закрывается этот вид у нас холмиком. Дальше только вот Массандровский пляж. А вот люди отчаянные здесь. Парень, он запросто пошел. В охотку заходит. Опа, еще и нырнул. Красавчик. Ой, надеюсь, я тоже, наверное, все-таки решусь на это. А вон и девушка, наверное, следом за ним сейчас пойдет плавать. Или просто ножки помочит. Наверное, просто ноги помочит. А вон и девушка разделай, смотри. Пытается искупаться тоже. Так она встала, он по колено и боится. Если решилась, надо сразу, молниеносно, заходить в воду. Окунуться и убегать в Грецию. Где? Это как мы с Алиской на Байкале спали. О, все, она залезла уже. Такие налодки, курт как теплых. И мы с Алиской такие, они все попросили. У на Байкале это вода была, 22 градуса. На верхнем толпу написано, что 18 градусов вода. А в самом санаторий написано, что 15 градусов вода. Поэтому надо, наверное, градусник где-то раздобыть. Все, накупались. Дальше не пройти. Почему? Сейчас посмотрим. Решили прогуляться по набережной. А здесь одни кафешки. Интересные есть кафешки. А, здесь, наверное, только через кафе вот это апельсин, да? Все закрыто здесь. Может, это не хочется. Вот зашли в такое кафешко. Кафе перегородило нам дорогу, поэтому проходим через само кафе. Ну и все, мы с тобой больше никуда не придем. Давай посмотрим, может, дойдем до Массандровского пляжа. Это вот тоже, смотри, Грин Парк, отель Ялта Интурист, пляж. Это все. К Ялте Интуристу относятся. Там цены, кстати, вообще вполне приличные. Сходим? О, здесь все загорожено. Как оно? Наверное, вот, смотри, вот здесь лесенка. Есть вышли? Нет, мы ушли намного выше с тобой. Просто мне не нравится, что мы от моря уходим. Все, не смогли мы пройти по набережной, по пляжу. Там все перегорожено. Везде кафешки стоят всякие. Поэтому мы поднялись повыше. Вот как раз здесь кафешка Апельсин. И сейчас пойдем в эту сторону. Посмотрим, что там есть. Зашли мы вот в такие дебри. Наталья Васильевна боится, что так будем. Меня бесит, что мы по всякой херне ходим. Вместо того, что в парке в нормальном гулять. Вот наш отель, смотри, рукой подать. Нафига мы по всякой хрени ходим? Опачки, впереди. Заборчик, но там написано пляж, гостиница Ялта Интурист. Так что мы с тобой идем. Мы спускаемся с третьего этажа на первый. Первый этаж, это пляж уже конкретный. Но там есть кнопочка еще, второй этаж. Мы на нее ни разу не нажимали. А хотелось бы. Поэтому сейчас посмотрим, куда мы выйдем. Вот и все, дошли мы к станции нашей лифтовой. Здесь мы вчера были. Поэтому заходим. Или еще погуляем. Заходим в лифт. А кнопка номер два не нажимается, ребята. Обманули нас. Все, вышли опять в холл. Ну и что, туда прогуляемся? Здесь дорожка есть, левее имею в виду. И вот мы все, в своей гостинице уже. Да и то мы были в гостинице. Приключения маленькие у нас получились. Обошли мы здание с другой стороны. Вот это огромное здание. Может чуть потеплее. И сейчас пойдем в сторону Грин Парка. Такие здесь паровозики интересные стоят. Старенькие. И вот здесь ограждение. Пикай. Вот, все, пошли. Пока залезла. Задохнулась. Надо больше ходить, гулять. Вот так вот мы обошли наш отель. Сейчас, Наташа, покажу наш отель. Смотри, а здесь вот то, что мы увидели с бассейна. Да, вот это недострой. Недострой, который здесь вообще все портит. И охранник сказал, что здесь очень долго этот... Давно. Давно, да. Недострой этот стоит уже. Когда дадут им ум, неизвестно еще. Когда кто-то выкупит, это же на приличные деньги. Но если это принадлежит этому отелю, я думаю. Да нет, это не это не. Что, думаешь, постороннее что ли? Да нет, мне кажется, это... Что-то другой. Жесткий, да. О, тучка на гору села, смотри. С моря было отлично видно, а сейчас туча пришла. Все, движемся дальше в Грин парк. С панорамным видом, это как в Швеции. Ну вот, это мы дошли уже. Шибись будет из этих. Смотри. Из чего? Из металлической. Из металлической конструкции. Там в этом, наверное... Жарко, наверное. Вода отжарилась помрёт. Да, летом-то жарко. Вот обошли мы эту постройку, недостройку. Огромное здание, конечно, будет, когда достроят. А внизу вон трасса идёт уже. Да это не трасса. Трасса, трасса, по которой мы трассе ехали. Вот здесь ворота, отсюда выезжать можно на трассу. И выходить так же само. Вот смотри. Можно здесь выйти и пройти по дороге к нашему отелю. Так же само. Везде турникеты. Какой этот стоит здесь? Ну... Я думаю, оно очень дорого стоит. Да, конечно. Поделись чуть выше. А здесь вот в клетке павлины сидят. Везде своя живность. О-о-о! Это такие же альпаки? Ламы. Это лама. А, там внизу была альпака. А это лама. Монючки-то какие. А он маленький. Да. Везде зоопарки любят они. Ну, это видимо фетиш какого-нибудь хозяина. Наверное. Кого-нибудь затолкать в клетку. Яванский павлин. Сизо. Ух ты! Вид-то откуда? Отсюда. Шикарный, конечно. Когда провинишься, тебя садят. Вот. Мы на уровне 16 этажа нашей гостиницы. А сверху кораблик. В КПЗ ты имеешь в виду? В КПЗ посадили? Да. В КПЗ посадили? В КПЗ посадили. Вот, кстати, тоже турникет стоит. Интересно. Ресепшн. Ресторан. Кеды. Там корпуса. Там корпуса. Нам нужны корпуса? Сюда поднимемся? Или пошли до горки. Дойдем там, посмотрим сверху. Там красиво, наверное, будет видно. Ну, вот это ресторан Левадия. Это я видел его. Серега здесь был. Он нам его показывал на видео. Ну, а вот сам ресторан Левадия. Закрытое помещение. Открытая терраса. С видом на горы, на море. Все свежее. Недавно построенная. Зона отдыха. Зелень. Все прилично. Все красиво. Вот такой здесь парк. Веревочный. Все, мы наверху. Люди сюда ездят на машинках. Спускаются тоже на машинках. Вот и все. Вот они, корпуса, где люди живут. Высоко здесь, да. И вот внизу. Внизу тоже. Тут интересно, можно срезать вот так вот? Слушай, а если ты оттуда упадешь? Поломаешься. Сменировки с этой. Поломаешься. Я думаю, что здесь надо привязываться, да? Какая-нибудь есть страховка? Страховочка? Ну, да. Нет, я такой нет. Я боюсь ужасной высоты. Да это для спортивных людей. Для молодых. Для ребятишек вполне. Любят новые детки. Какой вид все-таки шикарный отсюда. Классно. Ну, залазить сюда. Каждый раз. Да, вон машинка ездит. Мы с тобой просто захотели пешочком прогуляться. Вот и пошли гулять. Ну, и вот так вот машинка не приехала на одно время. Либо не всем ест такой вот, да? Вон, Наташ, переводи. Тут особо-то не наездишься. Что здесь написано? Вот в этом месте Серега начинал съемку. С сыном они снимали отсюда вот эти шахматы. Мы находимся в Грин Парке. Это также отельный турист. Но на расстоянии 800 метров от основного корпуса. На возвышенности на горе находятся. Здесь 6 или 7 корпусов четырехэтажных. Поехали. 6 или 7 корпусов четырехэтажных. Довольно свежие. Постройки. Красиво, аккуратно все. Деревья. Уединенное место. И вот отсюда панорамка такая открывается. Фотографирую, Наташ, здесь классно видно все. Вот такой вид отсюда. И этот недострой, конечно, здесь вообще. Не к месту. А здесь что-то тихо, народу вообще нет. О, нелегкие. Хочешь сыграть? Я же тебя выиграю сейчас сразу. Ты вчера уже в теннис настольный выиграла. Ну, шахмат это тоже спорт. Конечно. Я не спортивный человек. Спорт это не для меня. Нет. Единственный спорт это я вот походить могу. Походить. Так ты поднялась сюда и уже плачешься. Сейчас нормально. Смотри, здесь вообще все пусто. Народу-то вообще нет. У тебя ресепшн здесь все есть. Корпуса. Ну, такие здесь здания. Да нет, он ходят люди вообще-то. Обзорная площадка к канатной дороге. Пойдем? 70 метров дойдем, посмотрим, что там за обзорная площадка. Ну, это здание уже современная постройка, наверное, все-таки. Если главный корпус с 77-го года, то эти, наверное, лет уже по 20, наверное. Может, даже поменьше. Ну, высоко здесь. Каждый раз сюда на машинке подниматься, конечно, спускаться тяжеловато, наверное. Вернее, на машинке-то нормально, но ждать ее каждый раз не очень. А вот она канатка. Вот если бы канатка работала, тогда, наверное, было бы здесь намного проще. Но она, к сожалению, не работает. То есть, Серега в сентябре был, она не работала. Но сколько времени прошло, до сих пор не работает. Тем более, сейчас в зимний период вообще работать не будет. Тут есть у нас так называемая смотровая площадка. Здесь станция подъемника. Ну, не работает сейчас по каким-то причинам. Вот. Раньше можно было на подъемнике напрямую с пляжа подняться в грин-парк. Как я понимаю, вот такая она станция, площадка. Вот корпус наш. Отсюда вид тоже интересный, красивый. Вот, Таташа, она канатка где. О, смотри, кто за тобой идет. Я знаю, что вместе идете. Вместе идете. Такой идет толстенький кошак. А вон, порт какой-то. Тоже какие-то кораблики стоят. Горизонт видно отсюда. Классно. Горизонт видно, да? Да. Класс. Слепит как. Красиво. Грузовой порт, видишь? Ну и что, кошак? Не стал? Я погладила. Он не посек куши почему-то подраны. Они то ли друг с дружкой делаются. А я подумал. О, какой-то шак. Он думает, что ты кушать делаешь. А он чистенький, видишь какой. Да не все здесь холеные такие. Их кормят здесь хорошо. Они все чистенькие, да, ухоженные. Вообще. Ну все, на канатки я мы не пойдем. Не поедем. Пошли пешочком вниз уже. Сидит меня с этими сумками. Что-то я хочу сумку поднять. А кошак прохожу такой. Все, Наталья Васильевна у нас прихорошилась. Ага. А все потому, что куда мы идем? Пока еще никуда. Мы идем в соляную пещеру. Поэтому надо выглядеть накрашенной. С чистой головой. Да я на каком крашеной-то? Ты что? Ну ладно. Я просто человек голову помыл. Это значит прихорошился. Капец вообще. Ну как. Отстань, Кедми. Ладно, ладно. Идем. Соляная пещерка такая здесь. Да, мы как в пещере соблюдаем все шиво. Там есть шиво. Ни никого не мешает. Да, вот нарисовано что-то внутри. Деньги снимаем. Сейчас посмотрим. Сейчас цены еще. Снимем все, Пашин разлет. А там никого нет. Снимаем только меня. Есть? Есть. Ну ладно. О, подземелья. Тут соль под ником. Под ногами шип-шип-шип. Ух ты, тут подпользоваться можно. Скользко. Такой песок. Вот просто мы либо вот это тварим. Да. Хорошо здесь. Так, а время засекли мы, да, 40 минут? 15 минут сейчас. Так, надо маску снять, наверное. Ну, я маску снимаю. С репетишками можно. Слушай, ну как бы по снегу. С репетишками можно. Надо, чтобы посветлее где-то было. Мультики нам с тобой не нужны? Пошли дальше, посмотрим. Здесь как точно в пещере. Ого. Ты сейчас слепой, я тебя не знаю. Такая пещерка. Все в соли. Ну как читать-то будем? Тут не видно ничего. Соленая? Соленая. Невкусная соль? Морская соль. Набери себе соли. Будешь ванную использовать. К фонарику. Ну все, 40 минут релакса. Мы взяли 10 сеансов. 10 сеансов стоит 4,300. То есть 430 рублей на человека. Классно. Будем здесь релаксировать. И дышать. Оздоравливаться. Ты вообще расслабилась уже, да? Не решила. Не решила, что читать я не смогу. Так понятно, вина набилась. Какое читать? Целую бутылку фактически выпила. Можно вот эту непрофессорство? Можно поворчать. Немного. Какая большая двуэтажная соленая квартира. Да. Очень большая квартирка. Ладно. Заклавировай глазки. Я тебе разбужу через 30 минут. Нам 30 минут уже осталось. Часа можно? Я прочитала в книжке, что час. Час надо? Не надо. Можно час. Там написано 40 минут, по-моему. Рыбонька не засолилась? Рыбонька похрапела. О, как классно. Тебе понравилось здесь, да? Ой, шумал. Ой, я практически прочитал закон. Ну ладно, пошли дальше. Отсюда пошли. А я снимал вот сюда уже. Все. А мы сейчас спустимся туда вниз. Такие красивые, которые мы уже заняли. Да. Все, уходим. Красиво. Осторожно. Осторожно. Здесь пускайся. Там ряд. Вот и все. А смотри, выход на украинском языке написано. Выход. 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 Все. Мы отправились на ужин. Такие коридоры здесь длинные. В какой лифт идем? В тот или в тот? В дальний все-таки. Да. Мы уже раз сегодня пришли. А мы зато на самый дальний лифте быстренько приехали. Пришли туда. Все. Идем. Идем. Ужинать. Время всего без десяти восемь.